Здравствуйте! На телеканале НЕСЕЙ программа «Итоги» в студии Ян Ермешов. Вначале коротко о главных темах выпуска. На дорогах края участились происшествия с передвижными приборами видеофиксации нарушений. Почему водители проявляют агрессию и какая ответственность грозит за повреждения видеокамер? Столбы перестанут быть заповедником. Что изменится? И так ли страшен статус национального парка, как его малюют? Болельщикам обещали, что в начале сентября футбольный НЕСЕЙ сыграет на домашней арене. Работа на центральном стадионе Кипят, но вот успеют ли строители? Заповедник Столбы стал национальным парком. Поправки в закон подписал президент страны Владимир Путин. Что изменится, кроме статуса и таблички на въезде, разбиралась редакция итогов. Мы с вами можем ходить только по такому небольшому району. Этот участок называется туристко-экскурсионный район. Вы заехали от кордона Лалетина. В настоящее время 90% территории заповедника Столбы – это закрытая зона полной заповедности. Доступ туда разрешен только сотрудникам. Еще 7% – буферная зона, куда пускают только по специальным разрешениям. И лишь 3% территории, доступная для туристических и экскурсионных маршрутов. И вот эта небольшая в масштабах заповедника территория привлекает сотни тысяч туристов каждый год. Так, в 2016-м заповедник посетили почти 400 тысяч туристов. В прошлом уже на 150 тысяч больше. Хотя, по большому счету, свободный доступ в заповедник для посетителей должен быть закрыт. Это понимают даже туристы. В заповедник не особо-то вход разрешен. На территории заповедника не должно быть каких-то торговых точек, либо чего-то. У нас все это есть, поэтому он уже давно работает как национальный парк. Закон о переводе заповедника Столбы в национальный парк президент подписал 3 августа. Кроме красноярских столбов, еще три заповедника получили другой статус. Власти приводят в фактическое положение дел к юридическому соответствию. Николай Захаров буквально человек-легенда. Он взошел фактически на все самое высокое, что есть на континентах. От Эвереста до Антарктиды. Но говорит, что лучше гор могут быть только любимые Столбы. Не стоит переживать, что заповедник стал национальным парком, уверен Николай Николаевич. Заповедник – это такая организация, такое учреждение, которое предполагает, что посетителей на его территории нет и быть не может, кроме инспекторов. У нас на Столбах ситуация совсем другая. У нас сотни тысяч людей посещают заповедник регулярно. И это неправильно с точки зрения закона. Тут надо взять пример, не бояться тех же Соединенных Штатов Америки, с которыми мы там по многим вопросам спорим. Но у них, я бывал там в национальных парках, это идеально просто. Там ты не можешь ничего в национальном парке. Ты если бросил окурок, 200 долларов получи. Если ты не заплатил, в страну больше не въедешь в это. В 80-х годах директор заповедника, рассказывает Николай Захаров, который приехал к нам из Беловежской пущи, существенно ограничил посещение туристов, испортил отношения со столбистами и продержался здесь всего год. Невозможно представить, чтобы столбы закрыли для посетителей. Красноярцы ходят сюда вторую сотню лет и ходить будут. Никакая сила их не прогонит. Уж если медведи не боялись, пока заповедник был закрыт, то им и заборы не будут преграды. Поэтому единственный вариант изменения статуса. Сейчас даже туристическую инфраструктуру не придется строить с нуля. Потому как она есть. Вот здесь более 300 ступеней. Это не для того, чтобы туристам было легко подниматься или спускаться, а для того, чтобы они просто не вытаптывали растительность. А на содержание таких экотропов, обустройства, вывоз мусора и нужны деньги, другой вопрос, где их взять? У федерального Минэкологии, в краевом бюджете или же из кошелька посетителей? В самом законе всего лишь одна строчка о стоимости посещения национального парка. Ее смысл сводится к тому, что вход может быть платным или бесплатным. Это устанавливает правительство России. На самом деле все очень индивидуально. Есть примеры как платного входа, в среднем цена колеблется от 30 до 100 рублей, так и свободного посещения без какой-либо платы. По сути, это единственный спорный момент. Федеральное законодательство четко разъясняет отличия заповедника и нацпарка. Итак, на территории заповедника не должно быть никаких посетителей. А вот в нацпарке допускаются туристические прогулки. В заповедной зоне нельзя ничего строить, даже опоры электропередач. В нацпарке закон разрешает возводить пункты оказания экстренной помощи, экотропы и объекты культурно-туристического просвещения. Больше ничего. И это все у нас давно есть. Охота и рыбалка запрещены и там, и там, так же, как и нахождение с домашними животными. Так что получается, что никто и не заметит изменений, и туристы так и будут круглый год приходить сюда за красивыми видами и чистым воздухом. Людей очень много ходит. Здесь вообще очень сильно развились столбы. Здесь очень много стали делать для того, чтобы люди посещали эти столбы. К нам очень много едет людей из-за рубежа. На все оставшиеся вопросы нынешний директор парка Вячеслав Щербаков обещал ответить уже на следующей неделе. Сейчас руководство еще пока заповедника ждет подробных разъяснений от Федерального министерства природы, которому и подчиняется. И еще о природе и возможностях нашего региона. Начнем с цитаты. Сегодня потенциал Красноярского края недооценен, потому что это потрясающий, красивый край. Конечно, он должен вызывать огромный интерес у туристов. Такое мнение высказала заместитель председателя правительства России Ольга Голодец. Она посетила Красноярск на этой неделе. Вместе с временно исполняющим обязанности губернатора края Александром Усом она побывала на объектах универсиада. Вице-премьер осмотрела медицинский центр, расположенный рядом с главным корпусом Сибирского федерального университета. Здесь все готово к приему посетителей. После игр врачебную помощь тут будут получать студенты и жители окрестных домов. Делегация посетила и Платинум-арену. Этот стадион уже введен в эксплуатацию. И известно, что именно здесь пройдут церемонии открытия и закрытия студенческих игр. Пока же тут проводят свои занятия спортивные школы. После посещения объектов участники делегации провели совещание. Обсудили в том числе и туристическую привлекательность региона. Несмотря на то, что у нас были запланированы и соответствующие доклады со стороны наших федеральных и краевых коллег, Ольга Юрьевна отложила эти доклады в сторону. И мы прошлись прямо по перечню проблемных вопросов. С голоса их решая. В этом смысле совещание было, я бы так сказал, нестандартно, предельно конкретно. Сегодня, к моему удовлетворению, я увидела, что все объекты строятся в графике. Часть объектов находится в высокой степени готовности. Где-то уже идут соревнования, где-то уже проходят тестовые пробные матчи. И меня сегодня радует, что коллеги очень внятно объясняют не только перспективы использования во время универсиады, но и за горизонтами универсиады. В немалой степени популярности Красноярск поспособствовал и поспособствует в последующем прошедшей на этой неделе масштабный форум Международной Федерации Студенческого Спорта. На него приехали делегаты из 47 государств. Целей было несколько. Сделать еще теснее взаимодействие студентов разных стран, обсудить, как можно дальше развивать студенческий спорт и познакомиться, конечно, со столицей предстоящей зимней универсиады. Подавляющее большинство из присутствующих, не то что в Красноярске, в Сибири были впервые. Главная цель моего приезда – узнать больше о разных университетах, о том, как в них развивается студенческий спорт, как он совмещен с учебой, сравнить подходы к спорту на разных континентах, чтобы вынести все лучшее, что есть в опыте других стран. Я видел много видео о Сибири и Красноярске, и я очень ждал, когда приеду сюда. Мне очень нравится тут и природа, и пейзажи, а главное, здесь созданы превосходные условия для спорта. Я впечатлен в равной степени всем и спортивными объектами, и дружелюбием людей, и вкуснейшей едой. А далее в программе. В Красноярском крае зафиксированы случаи воровства и повреждения передвижных камер видеофиксации. С чем это связано, что за это грозит, и есть ли вообще польза от этих камер, ну, кроме штрафов, конечно. Об этом будем разбираться далее в программе после рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова